Что ж, хоть у московского Спартака не осталось шансов, но счет уже 8-0. Удар! Гол! Ха-ха-ха-ха! Зенит сегодня летит, который день. Итак, снова. Артем Артемович, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем уютном ресторане. Во-первых, это не ваш уютный ресторан, а мой уютный ресторан. А во-вторых, я спешу. Сделайте мне стейк, цезарь и тирамису. Все, секундочку. Все, это будет готово через несколько минут. Я еще раз хочу сказать вам спасибо, что посетили наш уютный ресторан, то есть ваш уютный ресторан. Твою мать, ты примешь у меня заказ или нет? Да, конечно, конечно. Все, дайте мне 15 минут, я все записал. Блин, ну ты конечно молодец. Снова 15 минут и снова ты месик. Какой ты, блин, у меня. Знаешь что, я подумал тирамису. Артем Артемович, это не то, что вы подумали. Ты что, заказываешь еду через Delivery Club? Вы так подумали? Тогда это то, что вы подумали. Позвольте объясню. Я действительно оформил подписку ПРО в Delivery Club. С ней еду из ресторанов и продукты из магазинов доставляют абсолютно бесплатно. При том, что можно делать такие заказы неограниченное количество раз. Клянусь, я проверял, я уже месяц так работаю, правильно? Еду из ресторанов? Да, и продукты из магазинов. Ну там, как сказать, помидоры всякие, хлеб, яйца, корнишоны. Я знаю, что такое продукты из магазинов. Получается, ты мне больше не нужен. А вот тут, Артем Артемович, не спешите. Подписка Delivery Pro дает постоянную скидку 30% на заказы из ресторанов с доставкой и на вынос. Первый месяц подписки абсолютно бесплатно. Но кто-то же, кто-то же в этом мире должен делать эти заказы с гигантской скидкой. Секунду. Все. Теперь у меня тоже есть Delivery Pro. Ты уволен? Артем Артемович, будьте человеком. Ну дайте доработать до пенсии. Мне два года осталось. Тебе что, 63 что ли? Ладно. Нет, нет, хорошо. Просто ты уволен. Все. Все, хватит. Ней! Привет, стадион! Здравствуйте. Хорошего настроения вам сегодня. И не только сегодня. Как у тебя дела, дорогой мой? Классно. О-о-о! Демис, как помидор. Не бывает двух одинаковых. Что это? Это кто? Это... И я. Такое было в твоей жизни? Ну я не помню такую фотографию. Но, судя по лицу, я и не должен помнить в этот момент ничего. Но ты какой-то тот бизнесмен. Да, немножко. Мир бабочек. Это запонки все делают, видишь? Запонки дают такой эффект. Да, да. Ты сбежал из что, где, когда. Вон там вот, по-моему, Киевс Тонера фотографию забыли убрать. Нет, вот это ты имеешь в виду? Да, да, да. Ну это ужас просто. А что это? А, это Витя Альварес. Сейчас мы поговорим о нем. Друзья, это Демис Карибидис. Собственной персоной. Великолепный, потрясающий человек. Спасибо, Азамат. Ты был в нашем шоу посредством звонка один раз. Здесь? Да. Тебе звонили мы из нашего шоу. Кто звонил? Батрудинов тебе звонил однажды. Нам нравится твоя память, это нужно в моем шоу. Это шоу называется, я сам иногда забываю, я себя знаю. Я себя знаю. Да. Ты себя знаешь? Да. Ты сегодня в костюме море? Да, я на улице. Или это ты просто украл аэрографию с машины? У меня был обычный синий костюм, я сразу повалялся сегодня в пальмах. Я буду задавать тебе вопросы. Опять? Всевозможные вопросы. Так. Они все касаются тебя. Как ты связан с твоей карьерой? Что ты делал? Я тебе уже говорил, пел, веселился, говорил, учился. Отвечаешь правильно, идем дальше. Отвечаешь неправильно, ты должен будешь рассказать нам какую-то историю. Досели неизвестную о тебе. А, вот так. Просто историю о себе. Связанную именно со стыдом. Где тебе было неудобно, некомфортно, стыдно. Стыдно за себя. Это очень сложно. За близких людей. Это очень сложно. Ты безупречно не знаешь. Испанский стыд считается? Испанский стыд, да. Но мы все-таки больше за поэртариканский стыд, когда вообще очень сильно стыдно. Сам все. Да. Ну, я что-то попробую вспомнить. У нас есть подсказка. У нас есть подсказка. Какая? Лично от меня есть подсказка. Есть подсказка, которая стандартная, бюджетная. Когда ты можешь позвонить любому своему товарищу, который, на твой взгляд, знает тебя очень хорошо. Кому будем звонить? Зурабу. Зурабу Матуа. Да. Ты думаешь, он тебя знает хорошо? Ну... Сколько лет вы знакомы? Ну, лет 15. 15 лет ты знаком с Зурабу Матуа? Не каждый может так похвастаться. Да. Итак, Демис Карибидис, я себя знаю. Поехали. Поехали. Демис, Сочинский институт туризма и курортного дела. Ты учился в нем? Ну, можно и так сказать. Начинал играть в КВН в этом институте? Поэтому вопрос. По какому адресу находится корпус, в котором располагается кабинет ректора вуза Демиса Карибидиса? Ты же учился? Да. А. Пластунская, 93. Б. Пластунская, 94. В. Пластунская, 95. И Г. Пластунская, 96. На Пластунской точно это находится. Я думал, она будет улицу угадать, но Пластунская, 93, 94, 95, 96. Как часто ты бывал в этом корпусе? Вообще никогда не бывал. Никогда не бывал? Нет. Ну, на учебу ты ходил? Ходил, конечно. А учеба была? Я учился до третьего курса вообще на одни пятерки. А на третьем... Это же Сочинский государственный университет туризма и курортного дела. Так. Сервис. Понимаешь? Курортное дело. У нас в стране в 2005. Я до третьего курса учился на одни пятерки были. Ну, прям хорошо учился. А что там? Там просто свежее белье. Изучали свежее белье и все. Нет. Типа один предмет был? Нет, сложнее все. Там первые три курса просто... Как делать лебедя из полотенца? Вот. Практически, да. А после третьего курса я понял, что у нас нет такой профессии в стране. У нас в гостинице тогда сидели бабушки. Вахтерша сидела, которая говорила... Куда? А тут фельдфебель. Да, а тут... Добрый вечер, я ваш... Фельдфебель. Фельдфебель. Ну, давай, ладно. Пластунская, допустим, девяносто... Ну, пять. Пластунская, девяносто пять. Да. В. Пластунская, девяносто пять. Внимание! Правильный ответ. Б. Пластунская, девяносто четыре. Блин, я хотел сказать девяносто четыре. Представляешь? Все хотели сказать... На один дом ошибся. На один дом ошибся. Ты ошибся на один дом. Так, я должен рассказать историю. По сути, ты назвал другую сторону улицы. Девяносто четыре. Ну... Просто напротив здания ты посчитал зданием ректора. Ну, все правильно. Я стою на этой стороне и как бы говорю про то, что вижу напротив. Я представил и девяносто четыре. Нет, а девяносто пять там, по-моему, шашлычная. Вся улица шашлычная и одно здание ректора. Официально, при ВУЗе. Заканчиваешь шашлычную... Ректор ВУЗа Демиса. Надо было убрать ВУЗа, было бы ректор Демиса. Личный. Ну что? Я хочу воспользоваться ситуацией, что я нахожусь на такой передаче. Такое ощущение, как будто эту передачу придумали для этого случая. Так. Сейчас произойдет большое событие. Я хочу признаться. Я не знаю почему, но я все время вспоминаю эту историю. Она вот как-то не уходит от меня. Она все время... Та-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Я почему-то все... Я все время ее вспоминаю. Она произошла... Я был очень маленький. В детстве это было. И... Я очень четко ее помню. Я прям могу описать цвет всего. Могу описать и так далее. Я сел к папе в машину. Один. Маленький очень. Ну очень маленький был. И это уже удовольствие. Представляешь, что ты сел в машину. Девятка. Красная. И все такое. На руле. Кожаный какой-то. Классный кожаный руль такой. Я сел вечером. Ну типа мне разрешили посидеть. Или она открытая была, я не знаю. Я сел, сижу, играюсь, клацаю. Печка! Хе-хей, печка! Музыка, что-то. Клац и так далее. И тут натыкаюсь на такую круглую штуку, на которую нажимаю и она Проваливается. Проваливается. Проваливается, да. Это прикуриватель. Прикуриватель. Но я тогда не совсем понимал. Я его достаю, смотрю. Красная, раскаленная, классная штука. Так подношу ее к носу, чувствую, что тепло. И думаю, насколько жарко. Ну красная же, да. Но скорее всего жарко. Но насколько. Я помню, она была как ад. Ну типа можно вот так сделать. И перед тем, как сделать вот так, я ее еще раз нагрел, достал. И думаю, проверю, ну она сильно или нет. И на руль, вот этот классный чехол у папы был на руле. Кожаный. С этими пупырышками, чтобы держаться крепко. Соски называется? Да. Руль с сосками был. Или это какой-то нечеловеческая кожа? Человеческая. Ага. Ну в общем. Я достал прикуриватель вот так. Надавил на руль, на этот прыжок прям. Прыжок руль, в общем. На руле я чувствую, смотрю, дым так. Значит, я не убираю, мне нравится. Я понимаю, что мне нравится. Смотри, фу, пошел. Я сжигаю кожу. Я делаю то, что нельзя ни в коем случае. И вот на утро, когда обнаружилось преступление, обнаружили, отец сразу на старшего брата. Ты что? Ты зачем сделал? Ты без разбора. Кто из вас сделал? А ты что сделал? Это кто сделал? Я говорю, он. И вот я с того времени не признавался. И вот я думаю, может мне надо признаться и извиниться перед братом. Так до сели было неизвестно это? Я не говорил ему почему-то. Его тогда ругали, а он искренне говорил, да это не я, это не я, честно, не я. Он говорит, зачем ты обманываешь папу? Нельзя отца обманывать. Да это не я, честно, я клянусь, папа, это не я. Ты смотри, как врет он, а, еще так старается. В общем, его поругали, а я в стороне стоял, типа, вот так. Поэтому, брат, прости, ты взял на себя этот удар тогда. Сел в семейную тюрьму. Все, я отпускаю у тебя, история. Отпускаю у тебя, история. Уходи, больше не приходи ко мне в голову никогда. Но мне тогда было очень стыдно. Ну что, засчитаем, как постыдную историю? Ну я был маленький. От детства это было очень стыдно. Ну что, засчитаем, ладно, идем дальше. Хорошо, следующий вопрос. Брюховецкий аграрный колледж. Yeah. Вот это мы сейчас два часа будем сидеть, я буду рассказывать про Брюховецкого. Ты играл в команде КВН, которая его представляла и даже называлась в честь него БАК. БАК. Брюховецкий аграрный колледж. На сайте колледжа есть графа лучшие выпускники. Скажи нам точно, сколько игроков команды БАК-соучастники есть в составе лучших выпускников колледжа? А. Внимание. Один. Б. Два. В. Три. Г. Ноль. А что имеется ввиду лучшие выпускники? Те, которые хорошо учились? Или те, которые... Вот так написано. Брюховецкий аграрный колледж. Наши лучшие выпускники. И вот... Ну хотя бы один должен же быть там. Наши лучшие. Кто из твоей команды мог быть там? Яша. Яша? Помнишь Яшу из нашей команды? Большой такой. Да, он такой огромный. Светлый человек. Громоотвод в нашей команде был. И я... Ну все в него летело. Представляешь, 15 мужиков в команде. Все такие кубанские парни. Здоровые, крепкие все. И самый огромный скала. С тобой все время ты ходишь, передвигаешься. С тобой скала ходит все время больше. Яша, он такой добренький парень. Добрый-добрый. И все летело всегда в него. Я думаю, что Яша тут обязан висеть. Может быть, ответить ноль. Себя ты там не рассматриваешь? Ну если я, то и остальные. Вообще, если кто-то из нас висит там, значит и остальные. Потому что никто не лучше, чем тот, кто может висеть на стене. Вы все хуже друг друга. Ну пусть будет два. Два. Б. Два. Ответ принять внимание. Правильный ответ. Г. Ноль. Да, естественно. Кто два? Сейчас сижу и думаю, кто два? Какие два? Лучшие выпускники колледжа. У нас просто забыли. Тут должен был быть ответ и... Давай историю. Набираем обороты. Историю. Яша. Можно же извиняться, раз уж я рассказываю правду. Конечно. Ну получается, все истории, которые я рассказываю, я немного извиняюсь. Яша у нас в команде был такой, ну реально громад. Вот. В него летело все. Он страдал. Мы играли в КВН, а он страдал. Его жизнь была тяжелая. Он не доедал всегда. Ему было мало еды. Потому что, ну мы заказали, что-то поели, а ему этого мало. Он... Ну то есть, когда мы покупали курицу на всех, мы следили за курицей, потому что она могла вот так за косточку. Он мог ее взять и вот так... И как в мультике поставить. Вот. И один раз расскажу смешную и обидную для Яши историю. Мы приехали в какой-то город на концерт. Очередной. Мы уже все популярная команда и так далее. Нам говорят, можно жить в гостинице. Вот такая стандартная обычная гостиница. А можно жить в женском общежитии университета. И все сразу, да, блядь, женское общежитие университета. Да. Ну там есть помещение для вас с кроватями и все дела. Можно там жить? Ну и конечно, женское общежитие сто процентов. Все туда, все. Мы заезжаем в женское общежитие, никого нет. Я говорю, а где женское? Жильцы. Жильцы, собственно. Они говорят, а сейчас не живет никто, сейчас никого нет. Жильцихи. Я говорю, в общем, мы заходим туда. Да. И там такие, ну большой коридор. Не коридор, а какой-то такой предбанник. Предбанник такой какой-то большой. И комнаты типа. Четыре комнаты. Без дверей. И кровати в этих комнатах. И прямо в санузел. Один. На... Четыре комнаты. Да. На четырнадцать мужиков один санузел. Душ и санузел совмещенные. И мы заходим туда, и пока все побросали что-то, чемоданы какие-то, шутки, перебаутки и так далее, мы понимаем, что в душ, в туалет уже кто-то забежал. А мы с дороги и так далее, и всем хочется зайти искупаться, ну что-то сделать, ну что-то сделать интересное. И мы понимаем, кто-то туда зашел. Я понял, что туда зашел Яша. Вот представь, он зашел туда для своей... И не может выйти. Какануть, так сказать, культурно говоря. И ты понимаешь, что после него туда зайти невозможно будет. Ну потому что ядерный реактор остановится и все. Будет ужас. Мы начинаем стучать в эту дверь. Открываем. Он еще смеется оттуда. Мы говорим, выходи оттуда, дай нам искупаться хотя бы. Потом пойдешь по своим... По сути, вы отгадали от физической потребности. Конечно. Терпи. Ну ты такой большой, где-то подержи это все. Отложи, отложи по чуть-чуть, подожди. Полчаса мы искупаемся все, а потом пойдешь туда. Ну в общем, мы на него... А он еще и прикалывается, ржет. Сейчас пойдете там и так далее. Сюда все. Час сидит там. Мы все это ждем. Мы в гневе просто. Мы его ненавидим всей командой очень сильно. Все. Ну жуть происходит. Все. Он выходит оттуда, ржет. Мы прикалываемся, дурачимся. И белый из нашей команды говорит, надо... Это нельзя так оставлять. Это просто... Ну как так? Я говорю, хорошо, давайте. Мы ложимся вечером спать. Это надо убрать, во-первых? Во-первых, туда уже никто не пошел. А. Мы пошли вниз искать какие-то еще где-то. Где речка? Отец. Вот эти... Куда сходить, умыться? Я говорю, давайте мы ложимся спать. Все. Свет выключили у всех. Все лежат по комнатам на кроватях. Идет такая болтовня между мужиками во время того, как... Кто-то говорит, заткнитесь, дайте поспать. Кто-то там шуточки влетят в друг друга. И все летит в Яшу, что с ним случилось и так далее. Он хохочет, лежит в той дальней комнате. Я медленно встаю со своей кровати. Белому показываю, говорю, разговаривай, говори с ним, говори. И он ему что-то там закидывает, этот, отстреливается и так далее. Я ползу, ползаю со своей комнаты, заползаю к нему в комнату. Подхожу к спинке его кровати. Он спит вот так, он спит. И здесь еще парень спит худенький очень, маленький и худенький. А Яша лежит, ну вот представляешь, это две с половиной тонны в кровати вот так, как будто положили, кран его положил, и утром мы тебя поднимем. Вот в таком он состоянии. Ну трудно двинуться. Я подползаю, Белый что-то с ним разговаривает, отвлекает. Он ха-ха, хи-хи, там что-то такое. Я подползаю сзади аккуратненько, беру такой кусок газеты, вот такую большую газету просто разворачиваю, вот так поджигаю с зажигалкой. Я думал, подтираешь его. Нет, нет. Поджигаю с зажигалкой вот так газету. Просто вот так встаю и клобую ему на живот. И начинается просто борьба со стихией. Просто кит, который выбросился на берег. Он в кровать разлетается над деталей, просто шкаф ломает. Он реально огромный шкаф просто вот так сложился на четыре части. Стекло, он борется с огнем. Представляешь, этот двухметровый крупный человек борется с огнем. Пытается его победить и потушить и орет. В общем, это был стресс большой. Слушай, я заметил у тебя с детства страсть к поджиганию кожи. Вот я сейчас тоже подумал об этом, видишь? Интересно. Давай так, если еще какая-то история всплывет такая. Мне стыдно за поджоги. В общем, он мучился тогда. Яшенька, прости за все, что мы делали. Мы однажды приехали в Биробиджан. Город Биробиджан. Да. Далеко-далеко-далеко. Еврейская автономная область. Еврейская автономная область, да. И мы на поезде ехали. На поезде едем, 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 едем. Лето, жара, и мы приезжаем. Нам говорят, срочно все идите в гостиницу. Вечером концерт. Мы приходим, а там нет гостиницы. Ну, я так назвал. Просто там нет гостиницы. Там просто такой огромный барак какой-то. И типа... Мы не должны были ночевать там. Какие-то спальные места. Да, вот так. И девочки говорят, ну это невозможно. Уже концерт там, все что-то, что-то. Поехали туда. И пока мы приехали в ДК, еще хуже жарко, знаешь. Уже просто максимально мокрые люди. Вот просто вспотевшие. Очень неприятные, липкие такие все. И там такая маленькая кабинка. Он говорит, давайте хотя бы просто сполоснемся. Просто вот просто душ какой есть. Холодная вода, без разницы. Они говорят, конечно, можете, заходите. Они как будто... Они когда говорят, конечно, вы можете. Они как будто не знают, что мы дойдем туда. Ну, дойдем и проверим. Ну, то есть там есть вода? Конечно, есть. Дойдите. Посмотрите. Нет же воды. Нет, да? Так. Так. А микрофоны работают? Конечно. Попробуйте. Конечно. Не работают же микрофоны? А, нет. Ну, маленький прикол, короче, вообще. И мы что сделали? Мы пошли купили 5-литровые вот эти бутылки. Вот так на табуретке. В этой душевой вот этой штуке. И вот так поливаем. И приблизительно я понимал, что одна 5-литровая бутылка, ну, где-то на одного человека. И то там оставалось чуть-чуть. Там девочки идут. Причем девочки успевали, ну, всполоснуться целиком. То есть они там, мне говорят, давай экономим. Там Ольга была Картункова. Я такой стою, поливаю, говорю, Оль, скоро заканчивается. Она такая, все-все, давай, там чуть-чуть осталось, давай, все. Я все. Там Катя зашла. Катя вообще там, по-моему, два стакана. Со стакана просто полил Катю. И заходит Дорох, который крайне противоположен твоему Яше. Просто маленький человек. Тельце вообще, ну, очень маленькое тельце. Очень маленькое. Можно было в стакан окунуть, вот так просто помыть. Просто брелок человека. Я вот так говорю, Дорох, все. Он говорит, давай, 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 давай. Я такой поливаю, заканчивается, все, закончилось. Он говорит, еще есть? Я говорю, а ты что там вообще? Я вот так заглядываю, а он просто намылил башку. У него вот огромная вот такая прическа. Он просто намылил башку. Я говорю, никто не мылился, придурок. Он вот так сильно намылил башку. И говорит, ну, ты что, мне что теперь предлагаешь? Вот что ты мне предлагаешь? Давай поливай, сейчас я смою хотя бы это. Я поливаю вторую петель труху. Он говорит, остановись. Все, лей опять. Я лью. Я говорю, что ты делаешь? Он вот так взял у девочек кондиционер для волос. Кондиционер. Не может его смылить. Вот так, вот так и вот. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, у меня от того, что я вот так причесываю, у меня вот здесь волосы тяжелые. Они, говорит, меня вот так тянули. И у меня вот здесь, во-первых, у меня остеохондроз. Во-вторых, вот здесь, говорит, у меня лысеет. И мне нужно вот это вот масло все время втирать. Да. Но он полноценный душ принимал. Но его нужно смыть. Но его нужно смыть. Он полноценный, он помылся в бане. Просто я две или три пятилитрухи, мы вот на него одного. Он такой... Все. Один самый чистый. Чистый, задорный и горит. Да, да, такой. Давайте. У нас было такое, когда мы ездили... Я извиняюсь перед собой, задороха. Мы в Брюховецкой ездили по станицам и выступали. У нас было 14 в конце. Это просто вообще адское время. Мы ездили по станицам и выступали в 6 утра. Представляете? Юмор показываешь в 6 утра. Просто потому... Знаешь, почему? Потому что доярок и комбайнеров снимают с работы. В 7 они начинают работать, а в 6 концерт агитационный. Ну, типа, голосуйте за Протопопова. И ла-ла-ла. В 6 утра. И ты в 6 утра выступаешь. И мы первый раз, когда выступили... Ну, представляете? Людей, которые в 6 утра сидят в зале и тебе говорят... Наша команда КВН. Победительницы всего-всея. И вот такие трактористы, которые... Бля, зачем меня сюда привели? Я час мог спать. И мне целый день работать. И просто деревянные лица были у всех. И с нами ездило... В автобусе ездило еще много людей. И танцоры ездили, которые... Человек 20. Молодых. От 15 до 20 лет там. Дети. Танцоры. Они были самые живые. И они в 7 утра... Мы в какой-то момент сказали, давайте они первые будут выступать. Потому что они сразу зажигают там... Ла-ла-ла. В 7 утра. Знаешь, они вот в таком... Живые и так далее. А там школа им же еще. Ну да. Я не знаю, откуда. Энергия такая. Ну, списываю на молодость. И после первого дня, вот когда они потанцевали и так далее, они заходят... Танцоры тоже заходят в автобус и вешают свои костюмы. И я понимаю, просто зеленый туман от запаха этих костюмов. Ну, ты представляешь, эти костюмы повисели день. Вот в таком состоянии. На морозе. Бодрые всегда от запаха. Да. Потом они на следующий день их надели, потанцевали, сняли опять, повесили в автобус. И в автобусе невозможно дышать. Ну, просто ужас просто. И я на них все, мы доложили начальству, что ну невозможно в автобусе дышать. Ну, скажите все. В письменном виде? Нет, просто повозмущались матом. Сказали, ебать, что она? Их заставили всех мыться. Ежедневно. И когда они утром приходили в 6 утра в автобус загружаться, чтобы выезжать на концерт, они заходили, перед тем, как они заходят в автобус, стояла их руководительница. Не холоп от мыши? Да. Они подходили, они... Она делала. Заходи. Заходи. Катя, иди помойся. Такие... Это ужас. Ну все, про вонь поговорили мы. Не, я одну расскажу, я не могу не рассказать, но это очень отвратительная вещь. Просто я такого не видел никогда. Вонючая передача сегодня. Мы приезжаем вот так, как ты говоришь, по селам, по станицам, ну у нас села там. И нас привозят в КВН, в какое-то село, и говорят типа, у нас тут КВН, вы будете жюри. Я говорю, супер. Они говорят, у нас 9 конкурсов, 8 команд. Это точно КВН? Я говорю, что это? Конкурс капитана, конкурс вице-капитана. Конкурс вице-капитана там был, помощника капитана. Я не знаю, что тот же самый конкурс капитана, только другой человек это делает. И ты не разберешь, так, это вице-капитан или капитан? Он же опять капитан или что? И вот так идут 4 конкурса. Она говорит, а это в селе тебя встречают, вы наши гордость, вы область представляли. Такие 4 конкурса прошла. Он с вами говорит, антракт, пойдемте все к нам в кабинет сейчас. Зритель пусть сидит. Для зрителя вышел такой, знаешь, работник Дома культуры, такой с косой такой, и он начал петь арию. Я вижу, как закат громко. Да, это в то время все пели, да. Да, никто не понимает его, просто все смотрят. Ты, блин, ну тебе под 40 лет. Я свободен. Нет, да, нет вообще ни одного единомышленника с ним вот в этом селе просто. Типа, а Витька ведь так и не женился, вот он у нас все поет, ходит одну и ту же песню. А он очень уверенно в казаках вот таких. И мы заходим в кабинет вот этого человека, а там стол накрыт просто. Кстати, эти люди обычно не мытые тоже были всегда. Стол накрыт просто, ну, чуть-чуть сломается сейчас, знаешь. Пельмени, пельмени в пельменях, рыба вся, вот знаешь. Вот там, все животные все, которые в этом есть. Все, что можно было убить. Вот, да. Все, короче. И заходит такой председатель или кто-то, и они говорят, едим, пьем. Я говорю, это контракт же. Он говорит, даже ерунда. Посидят. Посидят, подождут, давайте. И мы начинаем просто пить, есть, рассказывать какие-то истории там, что-то, что-то. А он уже развеселился, на гитаре что-то там спел. И он поднимает, а я вот так облокачиваюсь на подоконник. А тут улица уже. Ну, то есть окно и улица. Облокачиваюсь вот так на подоконник. И я вот так прикуриваю сигарету и вот так в форточку курю. И он мне рассказывает, и он мне говорит тост. Он говорит, вот такие, как вы, поднимайте культурные, вот, молодцы. Вы культуру, понимаете. Вы не взялись там, ну, спорт это понятно, спорт. Спортсмены всегда были, вот. А вот так, чтобы прям поехать на всю страну, вот так вы, вы культура. Вы и есть лицо наше. Вы. И он вот это говорит. И вот, когда вы приехали к нам в село, у нас все тут просто встрепенулись. Все теперь тоже культура. Все теперь, вы молодцы. И я вот так поворачиваюсь вот так за окно. А тут взрослая женщина сидит у окна. Вот к зданию примкнула и сидит и писает. Вот так, я просто вижу вот так половину женской спины и низ всей женской спины. Вот так я, вот так. А тут стоит рядом подружка, ждет ее. И ручейком выписывается культура. Ну, две женщины забежали за угол просто. Вот, типа. А они не знали, что это прям окно. И я вот так, я такой, он такой, и культура, и это все. Основа. Я говорю, все, вот так выкидываю, вот так, вот так выкидываю. Бычок. И вот так, а он такой, говорит, ну все. И вот так раз просто заглянул такой. Ну, ладно. И все. То есть его оценка была такая. Ну, ладно. Все, и пошли. И мы еще пошли. Четыре конкурса подожали, посмотрели. Идем дальше, Демис. Все засчитано. Идем дальше. Давай. В инвестициях все неустойчиво, как и в этом ролике. Все может за мгновение взлететь или упасть. Сигналы могут быть непонятными или обманчиво простыми. Но даже когда кажется, что опасность где-то рядом, с надежным партнером изменения рынка лишь часть вашей стратегии. Freedom Finance. Надежный партнер для ваших инвестиций. Так, поговорили про, значит, БАК. Продолжаем про него же говорить. У вашей команды БАК-соучастники был STEM. Это студенческий театр эстрадных миниатюр. Конкурс такой. Неплохие STEM. У вас были шикарные STEM-ы, да. Где ты играл сына олигарха, которому подарили команду КВН. Самый плохой STEM, да. Из всех неплохих. Так скажи, пожалуйста, сколько раз Демис ударил членов своей команды в STEM-е про сына олигарха? А. 27 раз. Б. 29 раз. В. 31 раз. И Г. 32 раза. Реально, вот даже 27 я насчитал сейчас в голове, там, пять. Я реально раз 27 ударил их. Понимаешь, что ты либо поджигал, либо бил людей из своей команды? Нет, не связывай эти события сейчас, не надо. Ну, я сейчас не вспомню весь сценарий. Ну, скорее всего… Удары в сценарии были? Да, были. У меня была либо мухобойка, или что-то у меня в руке было, я их лупил мухобойкой, по-моему. Ну, или чем-то бил их. Правильно? Так ты смотрел этот сценарий? Да, конечно, я же считал. И сколько там? От 27. А давай я сейчас по тебе пойму. 27. 27. 29. 29. 29. 31. 32. 32. 32, да. 29 раз. 29. Б. 27. 27. Да. Да. А 27. Да, чтобы было обидно, если 29. Ответ принят. Внимание. Правильный ответ. Г 32. Реально 32 раза я их ударил? Ты просто полоскал их просто. Дэмис. А ты знаешь, когда играешь в КВН вот на ранней стадии, кажется, что когда бьешь, это смешно. Да. Всегда, конечно. Кому я рассказываю, да? Конечно, всегда. Нет, я к тебе глянусь, в нашей команде все, что касается физически... Физическое насилие. Вот насилие, я не придумал ничего. Я всегда считал, спрашивал, как тебе, каково. Все, что дорого... Бей меня! Бей меня! Бей меня! Давайте бейте меня. Да, сожгите меня. Купайте потом меня. СМЕХ История, Дэмис. Мы ждем. Давай уже вытаскивай. Да, есть одна история про тот же КВН. Про то же расскажу, раз уж мы про КВН. Давай еще раз ту же расскажешь. Ту же самую расскажу. Давай. Для тех, кто не умеет... Причем мы в очередной станице выступаем. Нам уже стало очень скучно. И... Ну потому что уже четвертый, пятый день, там шестой, не помню. День сурка. Просто ты в пять утра просыпаешься. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Эй! Вот в шесть утра выступаешь. У нас Леша, который говорил... Основной текст, парень, который уже выходил и говорил, «Мы станица Брюховецкая» и так далее. Этот человек любил майонез очень сильно. Ну вот... Нет, очень сильно. Прям вот катастрофически любил майонез. То есть... И он по поводу майонеза бубнил всегда. То есть он не говорил, что мне нужен майонез. Он говорит, почему? У меня нету майонеза. Ты заказываешь там пельмени в ресторане, все заказали, сели поесть в столовой, а можно было бы немного побольше майонеза, блядь? Ну, в общем, этот майонез просто лейтмотивом везде шел, потому что все было, если что, майонез дать тебе, Леха, майонез, иди, и он в какой-то момент психанул, что типа, мы его начали уже майонез называть уже, когда принесли, не помню, что за блюдо принесли, но несочетаемое с майонезом, просто даже... Типа печенье. Ну вот настолько разница, что невозможно туда добавить майонез. Наполеон. И мы садимся в кафе, нам всем все приносят, и я думаю, да нет, он сейчас скажет, что пора майонез сейчас скажет, он говорит, а что нельзя было майонез брать, побольше? Я говорю, ну это просто ужас и так далее, ну в общем, мы с командой поржали очень сильно и так далее, у нас в 6 утра выступление, а в зале сидят люди и в 6 утра, вот чтобы вы понимали, как они реагировали. Я в какой-то момент понял, что они смеются не с того, что мы говорим, они вообще не понимают, что мы говорим, какие-то слова мы произносим, а они смеются с каких-то физических движений. Когда я появлялся, они смеялись, я думал, о, с меня смеются, они нет, не смеются, просто я громко говорю и машу руками, и сразу, о, активный человек, их это забавляет сильно. Будильник? Да, типа я выхожу, хе-хей, аня, аааа, типа вот в таком состоянии. И к чему я рассказываю, была такая шутка, где я выходил и говорил там, в пакете выносил Лёше пистолет, типа, я тебе подарок приготовил Лёша, открывал пакет, он доставал пистолет, я этим пакетом, типа, забирал у него пистолет, типа, отпечатки пальцев твоих. Ну, вот какая-то такая шутка была, не помню, смешная. И, в общем, в этот раз мы решили, всё, у нас ха-ха, майонез у нас идёт, мне ребята кладут в пакет майонез, он не знает Лёшу на сцене. Я выхожу с пакетом, и у меня там 5-6 шуток до пакета, пока я, Лёша, я тебе подарок принёс, и он должен засунуть руку. И я понимаю, что вот эта линейка, которая у нас, забор стоял, КВНовский наш, и я понимаю, что они начинают, вот это начинается. А я ещё не дошёл даже до него, и в какой-то момент это, я им показываю, что, на сцене прям показываю, что не надо, не стойте. Дохожу до Лёши, открываю пакет вот так, он засовывает руку, так смело думает, там пистолет, всё, засовывает руку и так. Ему надо достать, потому что люди ждут же, достают, ммм, майонез. А ребята, команда, стоит за ним, за его спиной стоит. Я вижу, как вот этот забор начинает валиться. Они все реально падают, ну истерика у них, конечно, невозможно контролировать. Ну просто, они падают все на пол, и стоит только один человек, батон. У нас был человек, батон, помнишь, который в шортах футбольных стоял? Я вижу, они реально упали на пол, вот люди ржали в полный голос. И стоит один батон. Я думаю, почему, смеюсь и пытаюсь понять, а почему батон не падает? А он красный, просто уже вот, он вот так смеётся, вот так делает. И начинаю понимать, что ребята, которые упали и ржут, смеются сильнее, но не из-за майонеза, что-то сбой какой-то. Я смотрю на шорты батона, и у него на шортах вот так жёлтое пятно появляется. Он просто, ему было настолько смешно, что он обоссался. Он развернулся, ушёл со сцены, просто ушёл. Я говорю, куда, что, где, ха-ха. У Лёши вообще просто ступор, он вообще ничего не понимает. Он просто стоит и, ну как это, дебилы вы что-ли, что-то. Всё, разрушилось его выступление на этом. Ржут и так далее. И эти ржут в зале, ничего не понимают, ну думают, какая-то сценка, что-то они делают и так далее. И, в общем, мы издевались очень сильно над батоном, а это не смешно было, на самом деле. Раз он смеётся и обсекается. Ну да. Вот. Потом, Батоша, здоровья тебе, прости нас за издевательство над тобой. Нам стыдно очень сильно. Будь здоров, дорогой. Ребят, ты просто расскажешь каждый день вот в этой, каждой новой столице. Всё, больше не буду про это рассказывать теперь. Следующий вопрос. Мы сегодня что-то угадаем. Интересно. Ты уже давно резидент Comedy Club. Спасибо. У тебя даже был свой бенефис. Спасибо. Внимание, вопрос. Какая продолжительность бенефиса Демиса Карибидиса в Comedy Club? А. 45 минут 3 секунды. Б. 46 минут 10 секунд. В. 47 минут 12 секунд. И Г. 48 минут 34 секунды. Ага. Ага. Может быть, знает Зураб Утуа? Может быть, знает Зураб Утуа? 3 секунды, 10 секунд, 12 секунд, 34 секунды. Это забивает, конечно. Ты думаешь, знает Зураб? Ну, а почему нет? Может, он сидит, когда завидует, смотрит и считает у всех. У него был бенефис? У музыкантов, наверное, был бенефис. Я не видел их никогда. Я не знаю. Вы не пересекаетесь? Нет. Ну, давай, но он просто тоже пальцем в небо выстрелит. Поговорим с Зурабом? Давай. Давай. Звоним Зурабу. Чуйка грузинская нам поможет. Звоним Зурабу Утуа. Так. Может, это не такое яркое событие? Вы позвоните. Алло. Алло. Здравствуйте, Зураб Утуа. Алло. Алло. Он только это слово по-русски знает. Алло. 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 Зураб, здравствуйте. Вы слышите, Зураб? Алло, Зураб. Алло, Зураб, здравствуйте. Алло. Сбросил, да? Он испугался. Думает, миграционная служба. Давайте еще раз наберем. Если не получится, то все. Больше мы с этим человеком не разговариваем. Да. Да. Зураб, здравствуйте. Да. Меня зовут Азамат Масагалиев. Это шоу «Я себя знаю». Алло. Алло. Зура, ты в больнице? Я что, все это зря говорил, что ли? Зураб, здравствуйте. Просто скажи букву, как в поле чудес. Просто. А, Б, В, Г. Любую. А на каком языке можно сказать букву? Да на любом хоть что-то говорить. Пошли шуточки. Да. Зураб, меня зовут Азамат. Я веду программу «Я себя знаю». Напротив меня сидит ваш вздрог Дамис Каравенес, который затрудняется ответить на вопрос. Здравствуй, Дамис. Привет, Зурико. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, мой сладкий золотой человек мой. Как ты? Что ты? Где ты? Да отдыхай, вот с ребятами сидим, вот что-то думаем, что-то. А ты где сейчас, у Азамата? Дай бог, дай бог. У Азамата дома сидим. А, Азамату большой привет, семье передавайте большой привет. Хорошо, спасибо. Всего пока. Пока, ребят. Зураб, у вас будет одна минута ровно. Ровно одна минута, чтобы помочь своему, как он вас называет, другу. Поехали. Зураб, какая продолжительность бенефиса Демиса Карибидиса в Comedy Club? 45 минут 3 секунды? 46 минут 10 секунд? 47 минут 12 секунд? 48 минут 34 секунды? 48 минут 34 секунды, безусловно, потому что у тебя был очень большой демефис. Демефис у тебя был. Бенефис бичо был. Ты думаешь, да, 48? Да, да. 100 процентов, да, демефис. Очень насыщенный бенефис у тебя был. И мне настолько сильно понравился этот бенефис, что я его несколько раз смотрел. Точный ответ это вот 34. Хорошо, Зур, спасибо большое. Спасибо, Зураб. Да, да, обращайся, брат. Как в целом, сам вообще? Пока. Сам очень хорошо, Азамат. Вот песню тебе посвятил, но не могу никогда тебе спеть. А спой нам что-нибудь, пожалуйста. Меня слышно? Да. Да, очень. Да, ну я могу спеть. Люди поаплодируют тебе. Мы любим, когда ты поешь. Давайте я спою про мою любимую передачу свою песню. Давай. Моя, моя любимая передача, это, конечно же, что где когда, хоть ее не ведет Азамат, в отличие от передачи. Все. Спасибо, Зура. Спасибо, спасибо. Простите моих друзей. У него всегда с собой. У него всегда с собой. Концовку песни пришлю. Давай, спасибо. Да, ММС-кой. У него всегда с собой микророяль у него с собой? Тикером, телеграмм потом пришлю. Да, давай уже, все. По-моему. Какой у вас принцип? Я должен отключить? Или вы должны? Просто я же, ну не знаю, как у вас устроено. То есть я должен сейчас положить телефон или вы должны отключить меня? Давай так, давай одновременно. Раз, два, три. Да у нас сейчас деньги кончатся и все. Раз, два, три. А чего вы не нажали? Все, пока. Спасибо, Зураб. Спасибо вам. Хорошо, давай продолжать. Зураб. Да я за с тем еду, у меня руки заняты. Если бы я... Да ты едешь за рулем и играешь на хатопиано. А как ты играл на рояле? Чем ты играл на рояле? Ну, давайте не будем раскрывать все секреты. Ты едешь на рояле, что ли? Какой сейчас на МКАДе, знаешь? Да, да? Да. Рояль Камри. Мне кажется, просто его надо отключить, он не остановится. Может быть, позвонить его близким, чтобы его забрали. А, надо сказать. Ну что ж, это был Камеди Клаб, Зура Патуа, до новых встреч. Пока. Спасибо. Пока, Зурик. Спасибо большое. Давайте, ребят, давайте. Удачи вам. Занимайтесь. Да когда уже тоннель 5? А можно... И потом я отключусь. Привет хочешь передать? Что? Ну, если честно, вот все это время у меня вот друг рядышком сидит. Его зовут Павел Гавриленков. Я его попросил в начале пути, когда вы позвонили. Я говорю, ты можешь загуглить? Потому что, чтобы мне не обозвать, ну типа, если уверенно. А потом, если что, ты мне скажешь правильное время. И я как бы справлюсь. И вот все это время я тяну... Ты ходишь по краю. Ты ходишь. Мы отключаем тебя. Ты ходишь по краю. Остановись. Давайте. Ты заметил, что он становится серьезным, когда ему говорят до свидания? Зураб когда? Зурик стал, пойди. Зурик. Отключите, пожалуйста. Ну что уже? До свидания же. Отключили? Аллилуйя. Он сам мог это сделать. Это он просто сделал сейчас. Когда Зураб разговаривает, он говорит нормально. Вот ты же слышишь? Он говорит по-русски нормально, очень чисто, красиво разговаривает. Но как только он начинает ругаться, у него согласность становится тверже. Он начинает говорить, что ты имеешь в виду? Какой ты? Все согласные становятся твердые. Становится немножко вот такой разговор. Вот. Это Зураб. Он сказал 48 минут 34 секунды. Я знаю, что у Зураба есть сын Лука. Да. Лука. Мне смешно было, когда кто ему сказал. У него сын Лука, который очень сильный шахматист. Очень классный. Да, очень круто играть. Маленький гроссмейстер уже. Лука молодец. Он уже выиграл несколько турниров. Да, да, да. Очень хорошо играет шахматы. И, по-моему, Мартиросян ему сказал. Надо было назвать его не Лука, а Шах. Чтоб было шахматуа. Шахматуа. Шахматуа, да. Итак, ответ Г. 48 минут 34 секунды. 48 минут 34 секунды. Что-то у меня здесь греет. Не пойму. Что это такое? Дай-ка мне вот это сейчас. А ну? Что это у вас, молодой человек? Дайте сюда. Какая-то бумажка. Дайте посмотрю. Пожалуйста. Я разбираюсь в таких бумажках. Пожалуйста. Так это же подсказка от Авиасейлс. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Авиасейлс. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Так вот, эта дружелюбная компания сейчас поможет тебе ответить на этот вопрос. Мы попросим Авиасейлс убрать один неверный ответ. Дешевый билет. Ой, вариант уберите со мной. Спасибо, Зураб. Так. Это говорит о том, что может быть любое время. Нет, одно точное. Ну, 45 минут, 45 минут 3 секунды. 45 минут 3 секунды. 47 будет. 45 давай. Ответ принят, ладно. С каким-то сожалением ты об этом. К сожалению, да. К большому сожалению. Внимание, правильный ответ. Такой короткий, да? Вот 47. В 47-12, конечно. Конечно. 47-12. Не настолько он плохой, да? Вообще час телевизионный 48 минут. Я знаю, но... Ты чуть-чуть не дотянул. Буквально 48 секунд. Ну, ничего страшного. 48 секунд объявляли твой бенефис. Ну, что ж. Что? Еще историю надо, да? Еще историю. Да что ж ты делаешь со мной? Да. Давай вылезать из баков в камеди, в гастроли камеди, вообще в какую-то свою жизнь вне творчества. Наверняка что-то делал такое. Ты знаешь, я всегда вспоминаю о фестивале камеди. Выездные фестивали камеди были. Помнишь такие? В Ереване. Опять прокуратура включается. У нас были выезды в фестивале камеди. Были выездные фестивали камеди, но это вообще самое большое сумасшествие, которое я видел в своей жизни. Туда выезжало около тысячи человек и резиденты в один отель. И там каждый день мы давали концерты, играли в игры с людьми, веселились все. Ну, вот, Тагил там было. Вот это там происходило. Вот чтобы ты понимал, ну, что там происходило, я вот расскажу одну историю. Когда заехал народ, в Турцию мы прилетели, заехал народ в отель, а мы типа на день позже приезжали. Я с волей летел на следующий день. Люди уже заселились, сутки провели там, и мы вот на следующий день приезжаем. Мы заходим в отель, и его встречает менеджер. Волю? Да, Волю встречает менеджер отеля и говорит, Павел, здравствуйте. Он директор фестиваля. Павел Воля. Она говорит, здравствуйте, Павел, мне нужно с вами переговорить, пожалуйста, на минутку. Он говорит, что случилось? Он говорит, с пятого этажа, с балкона, выкинули диван, телевизор, кресло, ковер. Все, выкинули. Паркет поднимают сейчас. Он говорит, кто? Он говорит, участники вашего фестиваля. Говорит, почему? Говорит, и мало места. Ну вот, вот такое происходило на фестивале. Ну все, что угодно происходило. И однажды, и там, так как происходило вот все вот то, что происходило, все эти соцсети еще не были так развиты, и не все снимали, и все подряд. Безопасно было? Более безопасно, чем сейчас. Нынче? Нынче. Вот. И всегда все тусили у меня в номере. У меня был самый большой номер, самый холостой и веселый номер был. Огромный номер был. Специально даже мне выдавали самый большой номер, чтобы вся тусовка… Вихарить туда? Да. В конце дня все туда тусили и так далее. В очередной день я вижу среди всей этой веселья и вакханали, стою с товарищем, с Колей, ну тоже типа один из фестивальщиков наших. Я говорю, Коля, тебе не кажется странным, что вот девочка, которая сидит, она тусит уже четыре дня здесь со всеми, а вокруг ну прям ужас творится. Вот люди без маек, все танцуют, веселятся, радуются, бассейн прыгают, что-то такое. Я говорю, тебе не кажется странным то, что она носит фотоаппарат на шее? Ну то есть такой маленький, который, помните, мыльницы вот эти. Но он у нее на шее висит, вот на веревочке. И она такая вот типа, я тусю, я такая ля-ля-ля, вот так. Я говорю, что-то странно. А тогда присматривали за лайфрушницами, лайфрушниками и так далее, которые приезжали, снимали что-то там. Павел Воля купается в душе, не один вот эти люди. Я говорю, надо как-то проверить, что у него в фотоаппарате. Он говорит, пошли, хорошо. И мы садимся, а я с ней начинаю разговорить. Я говорю, слушай, а ты откуда приехала? И просто общаюсь с ней. Она на все мне отвечает. В это время Коля берет у нее фотоаппарат. Он продолжает висеть у нее на шее. Он берет фотоаппарат вот так себе. А я рядом с ней сижу и сильно ее отвлекаю. Он заходит к ней в фотоаппарат и видит, что... Очень сильно. Что она не заметила, что ты взял эту фотоаппарат? Ну я прям выступал. Он просто взял ее... Не помню. В общем, он взял ее фотоаппарат и удалил оттуда. Он зашел туда и увидел, что там 9445 видео и фото. Всего. Он начинает листать и понимает, что там все. Там материалы для Live News еще на два года вперед. Вот такое там. И он долго, не думая, стереть, удалить все. И у нее просто 9000 объектов материала. И все, все. Удалить. И мы отдаем ей телефон. Я говорю, нехорошо так вот снимать людей без спроса. Вот так и так и так далее. И я вижу, что она просто... Ну вся ее работа шестидневная. Просто коту под хвост. Она завтра улетает в Москву. Она шесть дней снимала все подполье. Все она снимала. И ей все вот так за секунду все удалили. Удалили. Ну я сначала порадовался, что мы все удалили. И выпроводили ее. А потом мне ее стало жалко. Потому что и стыдно немножко стало, что мы так... Все-таки разделся, попозировал ее? Я говорю, давай напоследок. Чуть-чуть. Жопу сфотографируй. Она же делала свою... Она же делала свою работу. Щелкни меня вот здесь. Ну в общем, вот как-то перед ней было стыдно и неудобно. Потом я подумал, что... Да ну она же делала работу. Но она сразу заметила или как? Да она плакать начала и страдать, что... Меня не вернут командировочные. Вот это все было. Надо было и фотографировать в этот момент. Может, вы уже работаете в другом издании. Значит, мы правильно тогда, получается, поступили. Не так все плохо было. Мы однажды снимали клип к команде нашей в Камазяйке. Там какая-то вообще очень напряженная ситуация. Знаешь, там запрещают стоять, фотографировать. Мы говорим... Там был такой кадр, где я на крыше машины должен был держаться и проезжать сквозь белье вот так. И шутка в том, что я проезжаю сквозь белье и в одной одежде, потом вот так, в другой, в третий. И менялись там... Шутки были вот так. И мы там еле-еле попросили освободить... Ну знаешь, нет такого человека, который заранее поедет на локацию и все. Ну то есть у нас вообще... Своими руками. Своими руками и силами, да. И мы просим никого не снимать, не фотографировать, потому что это... Сейчас вы все продадите. Все шутки. Не надо, не надо. Тут в один момент что-то мы там ведем подготовка. Я смотрю, стоит человек, взрослый мужчина с вот таким огромным фотоаппаратом. Вот таким огромным фотоаппаратом. И вот так вот, знаешь, он очень постановочно так... Вот так ходит. Я ему где-то в метрах в пяти от него говорю, зачем ты это делаешь? Не фотографируй. Это в Камазяке просто. Не фотографируй. Он у меня вот кричащего... Знаешь, издевается. А я не могу встать. Я говорю, да ты что, не... А он тебе... Вот так постоянно. Я говорю, прекрати, ты дебил что ли? Ты что, не понимаешь? Я встаю еле-еле. Я там был в гриме. В костюме. Вот так подхожу к нему, иду. Он еще у меня... По пути. Вот так я к нему подхожу. Он меня фотографирует, фотографирует. Смотрит сразу. Фотографирует, фотографирует. Я подхожу, говорю, ты что, тупой? Ты тупой что ли? Я говорю, тебе сказали, нельзя фотографировать. Ты что, тупой? И к ней подходит ко мне женщина и говорит... А, он глухой. Глухой фотограф? Да. У нас в комитете есть глухой фотограф. Ну, это была смешная история. Он глухой. И я говорю, нельзя фотографировать. И у меня самая истерика была, когда я такой говорю, а, ладно, извините. Я говорю, ну скажите ему, что нельзя фотографировать. И она ему что-то... Ну, она ему показывает, что нельзя фотографировать. Он такой, ага. И я... Он такой, ей говорит, угу. Поворачивайся на меня, и я ему говорю, нельзя фотографировать. Вот так, знаешь, уже мирно. я говорю нет он тупой а потом я у мамы спрашиваю у нас в комедяке есть глухой фотографом это у нас фотоателье и он там работает глухой фотограф но это как вот знаешь просто как у кустурицы реально вот ну везде какой-то просто глухой фотограф гарик рассказывал мартиросян смешную историю когда в такси сел таксист его видит и он узнал дает ему ручку и листик и этот берет расписывается ему отдает кстати глухой фотограф если ты сейчас если ты теперь слышишь идем дальше следующий вопрос ничего не угадал твой персонаж вадим вахитов арестовывал бородача сначала в нашей раше а потом и в одноименном сериале бородач сколько раз персонажем дэвиса был арестован бородач а 32 раза b 33 в 34 и g 35 раз а что считается в общей сложности арестовали когда привели его в участок ну сколько было серий бородача мы пальцем в небо только там 33 пусть будет 33 ну что на 33 думаю на 33 да что я думаю гулять конечно 30 32 32 сижу еще что-то считаю ну давай ответ ответ 32 32 внимание правильно ответ 34 все внимание правильный ответ 35 я же говорил 35 ты же сказал 32 34 я говорил 35 а ты меня отговорил зачем нет 21 раз в нашей раше и 14 раз бородача а ты все вместе почитаешь так от 21 и 14 даже не было вообще так бы ты ответил конечно просто было 15 серий того и 20 серий того ну конечно простая математика детская неправильный ответ сейчас 21 раз в нашей раше 14 бородача ну все правильно 15 серий там было 14 серий бородача завтра с родителями там не подожди 21 1 серия была в нашей раше серии 21 было а 21 эпизод 21 эпизод в нашей раше до его арестовал бородача а серии бородача было 14 14 на две недели растянули сериал 35 следующий вопрос а какой следующий вопрос история до одна из истории который за которым не очень стыдно ну вот прям очень сильно стыдно клянусь я больше скажу мне так стыдно не было никогда мне даже вот сейчас я рассказываю мне даже сейчас стыдно это говорить но это просто ужас просто я смотрел на себя и думал после произошедшего я думал что ну кто ты просто я был на день рождения у кого-то не помню из наших друзей и разговаривал со светлаковым светлаково помнишь да сергей светлаков и со светлаковым стояла еще жена его я разговариваю с ними говорю вот то все я говорю а мы с тобой когда познакомились она говорит тогда то я говорю слушай вообще я помню мы с тобой женой светлаково рассказываю я говорю я помню да говорю мы с тобой познакомились в юрмале мы были у вас дома вы накрывал ты накрывал куда фантастический стол говорю ну просто вкуснейший бог я еще тогда подумал ой ну такая классная девчонка и у светлого такая жена и ну вот брат так классный супер и вот я это все и говорю и говорю и говорю и говорю какой-то момент светлый мне говорит это другая жена я просто мне некуда было спасаться я просто на нее смотрю и думаю ну все но я просто но я точно говорю про нее я вспоминаю сразу же первую жену светлакова понимаю что этот друг ну в общем короче говоря мне очень сильно неловко из-за этого я хочу очень сильно извиниться и простите меня пожалуйста мне не было ним я смотрю в глаза людей которые стоят на рядом с нами как нигде сам давай сам пока даже жена немножко меня руку убрала и типа чувак прости как бы она на меня смотрится такими глазами типу остановись так ты да все таки мы только с ним помирились а тут у нас у нас был прикол такой когда в общем одна муха привел девушку свою девушку который сейчас жена у него и компании сидели и муха приводит девушку свою но давно это он познакомит девушка говорит это вот моя девушка альбина и мы в прикол ему говорим это твоя девушка да и мы говорим а чё ты говорил что она не очень такая типа ухо-хо-хо я он такой и он силу того что ну не быстро запоминает приколы просто сидим в компании и заходит парень вот точно идентичность вот ситуация вот парень заходит девушка начинает знакомить этом знакомьтесь это вот оксана и он говорит вот так весело а чё ты говорил что она классная то есть он свое ощущение ощущение но это было отвратительно во mês просто отвратите и она на самом деле не классная вот так совпало что вот это оксана она она случилась до классная ну да знаешь когда была бы классная такая она бы еще такая но звучало бы как при да да а тут реально было не классная вообще так ты поняла что я хвалю жену предыдущую жену светлакова вообще так ты готовила вкусно такая выбор классе у серёги молодец это другая жена серёга тоже мог бы промолчать но он поржал как раз таки он там пытался нас разрядить но мне очень было стыдно простить простите его простите было такое простить идем да простим следующий вопрос все ты был вечерним урганта негодового да что попал в гости после кого там всех мы я юморил всех искать даже позже зураб матуа так вот сколько выпусков вечернего урганта вышло между появлением там зураба матуа и демиса карибидиса 50 выпусков б 52 выпуска между нами между вами 54 или 56 хочешь позвоним ему еще раз зурабу да ты откуда он знает он опять давай позвоним мы сейчас будем час разговаривать опять а вот у нас еще вот такая песня есть будет кому можем позвонить еще ване урганта только если ты дозвонишься не знаю давай попробуем позвони ваню если будет на громко на связи алё ваня здравствуй это демис тебя беспокоит привет вами я вот а у азамата на передаче нахожусь и мне попался вопрос который касается непосредственно тебя у тебя есть минутка помочь мне мишка видишь когда ваня услышал что его люди слушают он раз прошу задам вопросов иван здравствует азамат мушагалиев какой яркий да азамат яркий второй это же нет не второй это король подожди а где у тебя динамик а вот его слышно смотри азамат грубо говоря мусагалиев новые модели телефонов не ищите динамики давайте слушаю вас давайте смотри вопрос такой вопрос такой внимание демис был вечернем урганте и очень сильно негодовал что попал в гости к ивану после многих из камеди даже после зураба матуа внимание вопрос сколько выпусков вечернего урганта вышло между появлением там зураба матуа и демиса карибидиса а 50 а 50 а 50 а 50 б 52 в 54 и г 56 б 52 это не коктейль это конечно блин а я откуда это знаю ты разве не считаешь передачи ваня ну ты как-то разбрасываешь гостей вот так вот хотя бы из одной корзины ваня здесь передача не имеет никакого смысла и здесь нет никаких призов поэтому ты можешь сказать все что угодно 50 не говори то что передача не имеет никакого смысла я понял когда вы представились ребята смотрите смотрите что ребята да я считаю ну давайте то есть мне нужно назвать просто один из четырех вариант 50 52 54 56 бессмысленные цифры просто любую нет для тебя бессмысленные а для гарика мартиросяна это то что это его дни рождения в этом следующем он по два празднует у него год за два идет ну демис ну милый ну я не знаю ну простите меня азамат ребята простите меня за все я не знаю но пускай это будет 54 54 возраст светлакова поехали спасибо оставайся на связи оставайся на связи внимание правильный ответ а не хочет хочет ответ 54 ну а как мы можем спорить с выбором его 54 пусть будет да очень легко мощи не имеет значения но ты кстати правда 54 ответ 4 54 принимаете внимание на вами рассказал уже что тут сделаешь абсолютно 54 а вы можете подождите вы можете аплодировать его не запишу сейчас спасибо давайте аплодируйте спасибо мы это вырежем ты же блин что мы вырежем да я у себя выложу ваня звонит можете аплодировать аплодируют ваня мы мы празднуем мы до сих пор празднуем здорово ребята ура ура как я рад как я рад ванечка спасибо ты не представляешь что здесь творится люди начали раздеваться и целоваться все спасибо вам еще вопрос миниатюре которая называется муж спалился ты переписываешься с любовницей лежа в кровати своей женой ну сценической женой сценической мариной мне нравится говорить слово сценической потому что не немножко чешется сценической женой сколько сообщений пришло дэмису миниатюре муж спалился можно уже легко а4 b5 в 6 g7 сколько мне пришло сообщений да вспомни номер давай если будешь если вообще прям нет историй вспоминай номер буду вспоминать сейчас смотри значит один раз пришла с смска она горит кто тебе пишет игры где где тебе кто пишет это первый раз ягода с работы не обращай внимание все нормально они то так поставил она уснула а то что я отправил считается или только вот то что мне пришло сколько сообщений пришло дэмису миниатюре муж спалился и не совсем понимаю слово пришло хорошо вошло в твой телефон вошло в мой телефон раз я сказал да я сказал это он сказал то а я сказал а потом пришла еще что там вторая была потом а подожди там же еще дальше смс-ки приходили ты че думал на этом номер заканчивается пусть будет 6 6 ну давай 6 пусть будет ладно 66 да ответ принято можно дурачиться и так 6 внимание правильный ответ 5 не слышу же так история за которую мне стыдно да надо сейчас что-нибудь слушай ну у меня мало с давай я очень доставай дна за это но я все равно должен это сказать чтобы не держать это в себе никогда давай в далекие в далекие года когда закончил опять начинается стыдно было одесса на гастролях в петербурге было стыдно когда концерт в петербурге мы проехали уже там 15 городов и концерт в петербурге и харламов начинает за два-три дня до концерта нам ребята петербург пожалуйста не выражайтесь на сцене это все-таки культурная столица люди не поймут не воспримут просто два дня нам компасирует мозги что не разговаривайте не не материтесь и не ругайтесь на концерте начинается концерт он выходит на второй минуте минуте кто-то кричит оттуда сверху он выходит просто только он вышел а он выходит и говорит здравствуйте начать бы наш концерт хотелось бы словами классика блять забыл вот так петербург зачем ты два дня нам компасировал только ты материчная мы не материмся на сцене ну и так далее ну питер тоже знаешь иногда я вышел однажды на концерт однажды в россии вот только я вышел говорю здравствуйте санкт-петербург и мне кричат сосать спартак ну по-разному по-разному да а вот пыло ли кое-нибудь стыдно прям за себя на случай с женой светлакова вот этот случай нет так так больше стыдно не было никогда это прекрати такого на сцене чтобы стыдно не то чтобы на сцене вообще вот жили вы не выпивали в кого они в брюховецкой поезд стоял одну минуту поезд краснодар москва на котором мы ездили в москву на игры в самой брюховецкой стоял одну минуту и в по не открывали двери не открывали вагонах проводница отказывалась открывать а что говорит ну нет нет минута всего бы там что-то по колесам постучат и мы поедем нет а в самой брюховецкой готовили провизию нам с собой какие-то еду и так далее приносили нам это и мы сидим и значит яша говорит у меня там все сумки заготовили приготовили еду нам надо просто самогона два бидона и все остальное майонеза 5 литров опять же лёша играть надо как-то открыть поймать это все да как-то поймать за минуту это все а он прям много еды там две-три сумки какие-то все такое и проводница говорит мы не будем открывать вы съели проводницу я просто подошел к ней оставалось две минуты до брюховецкой я подошел к ее вот этой комнатка где-то сидит келья келья подошел и так смотрю на него так она говорит я не буду открывать или хватит идите я не буду ничего от я так смотрю смотрю на ней так перед ней так ее же дверь так так закрываю и держу и ребята просто открывают это открывают дверь просто поднимают все начинать вот это закинул быстро суки она я вот так открываю уже все закинули закрыли дверь закрыли успели все загрузили все и стоит вот 10 человек и она на меня смотрит дон и я извините я тогда и перед ней извинился но стыдно было перед женщиной на самом деле мне лично приняло часто вспомнил насколько мне было стыдно однажды в поезде я так сильно никогда не стыдился в поезде короче поезд мы едем в москву я утром поезд в москву идет двое суток это медленно ходили поезда я в однажды вот так что мы зашли командой что-то веселились выпивали что-то 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 и однажды так открываю глаза а вот тут стоит проводница вот тут я понимаю что в трусах и вот тут стоит проводница я бы да что здрасте да что он она говорит мне бы свою койку я вставай уходи отсюда пожалуйста я встаю в трусах надевают эти тапочки понимаешь что я просто в футболке и в трусах а у нас это очереди вот эти все стоят этих в туалет и все не так выхожу утром из купе проводницы в трусах и она такая так вот смотрит и вот так иду через весь вагон в трусах себе в купе захожу и там сидят пацаны такие я говорю а что произошло что что случилось они мы не знаем мы не знаем мы спали мы не знаем мы все там типа разбрелись и там выпивали каждую сколько там что-то и как-то закончилась вот так в разноброс вечеринка я не я весь день ходил просто я смотрю она там стоит я в трех в трех метрах вот так в этом коридоре просто на нее смотрю она такая увидь меня такая отворачивается знаешь но я не знаю что произошло вот клянусь я не понимаю что произошло я в один момент к ней подхожу уже вечером следующего дня и когда она видела что мы в магазине еще купили алкоголь она такая и на меня и на меня смотрят дальше я такой захожу такой я не закрываю если что отдаю стелил я говорю простите пожалуйста а что вчера произошло он такая ну хватит я говорю ну серьезно что произошло хватит милы да она мне говорит что я к ней не к ней пришла я просто ее поймал в коридоре ну вот в этом она меня поймала в коридоре ломящегося вот в это купе к ней она мне говорит идите к себе я говорю нет вот мое пьяный она говорит нет это мое я говорю нет ваши где-то там это вот мое просто оно не открывается откройте мне купе я вам дам билет у меня в курс купе билет с паспортом сильно она говорит нет это него не вашу я говорю блять открывай ну что сейчас бы кошки-мышки играть я хочу спать я это я в трусах она говорит хорошо открывает так купе ну где же это ваше купе игру ну вот мое купе и вот так просто лег и уснул и уснул и она всю ночь меня будила пыталась подвинуть как-то что-то и просто утром так стояло отвратительно стыдно стыдно вообще перед всеми проводницами стыдно этого периода творились просто какие поезда которые шли кстати в сочи на квн ехали это можно книгу отдельную написать что происходило просто в поездах ужас творит при нас однажды уволили проводницу ресторана вагона ресторана то что она сорвалась с нами не знаешь она просто она короче просто села это классно вот такие проводницы классные это класс она достала свой алкоголь мы там что-то гитара такая они тебя уволят да я с вами поеду до адлера просто у нее скучная жизнь понимаешь она увидела веселье и с вами вместе ольга картункова так попала в квн в какой-то момент просто сорвалась в поезда ну это все не серьезно тогда была очень такая веселая знаешь про она была не проводиться она была вот работница буфета этого ну вагона ресторана на ресторан мы пришли днем в этот ресторан что-то там поели и знаешь когда кто-то пришел кто-то что-то кто-то и свою еду донес там надо было уговорить можно мы здесь поедим свою еду таки да давай что-то чего вы ничего не выпивать подружили давайте выпивать что-то раз кто-то из наших лет давайте с нами она такая давайте я работаю двадцать семь лет проводница молодая была ну там это не мое я смотрю на вас и чувствую это не мое это не мое дэмис судя по всему ты неплохой человек раз тебе все за все это все стыдно мы безмерно благодарны за то что ты провел верно так не визвини пожалуйста я природу она так неправильно говорить явно есть вещи за которые надо бы и постыдиться на самом деле но их невозможно рассказать их что и в том числе невозможно рассказать и есть моменты наверно в которых ты думаешь что ты не виноват а ты на самом деле виноват поэтому если человек виноват надо просто осознать и простить себя. Я так классно не заканчивал никогда. А ты все заканчиваешь? Осталось только Демис Калибидис. Да. Извините, если вдруг я не вспомнил какую-то... Я сейчас в камеры обращаюсь. Если я вдруг не вспомнил какую-то историю, где-то я вас обидел, или что-то было не так, пишите в комментариях, потом переснимем, добавим кусочек и еще. Демис Калибидис. Спасибо, стадион!